Ребята, всем привет! Сегодня выехали на накопа со Стасом, который фартовый и копаем мы в такой деревне, она практически вымерла, то есть деревня, грубо говоря, призрак, осталось здесь, я не знаю, 2-3 человека и плюс там чуть-чуть подали современные постройки, современные приезжие, вот, и копаем вот на такой вот поле, здесь урожай собрали, вот, и решили воспользоваться И, в любом случае, пройтись вот по такому полю. Первый сигнальчик, у меня выпал вот такой хороший колесик, очень хорошего качества, это у нас керосинки. Ну, первая находка, но все равно, я думаю, монеты у нас будут, так что смотрим. Находки будут, вы об этом узнаете. Так, ребята, у меня находка, и выпал вот такой вот крестик, мужской крестик, среднего размера, 18-19 век. В принципе, ровный, сохранчик бодрый. Продолжаем. Поле здесь усыпано керамикой вот такой вот темы, серенькое, есть оранжевое. Но то, что серое, это хорошие признаки. Оранжевое вон валяется. В общем, интересное место есть, где походить. Смотрим, находки будут, покажу. Итак, ребята, вон Стас ковыряет что-то. А у меня находка. Находка вот так вот она выпала. Это у нас пятачок. Пятачок убитый. Вот. Не скажу, но герб старый. Значит, до 32-го года. Сейчас скажу. Год не скажу. Ну, последний нолик, значит, 30-й год. Ну, монета убитая. Ладно. Итак, ребята, у меня очередной сигнал был. И, возможно, это монета. Вот так вот. А, нет, это не монета. А вот так вот было, и казалось, что это монета. Это у нас-то вырубка была монета. Ну, очень странно то, что вырублена она очень хорошо. Аккуратно. Ну, это была монета, ребята. Размером, наверное, с 3 копейки советской. Ну, ладно. Облом, ну ничего. Продолжаем. Итак, ребята. Ну, а в данном случае я вам точно могу сказать с уверенностью, что эта находка у меня монета. Вензеля, я вижу, просматривается Александра Второго. А что за монета, сейчас я вам скажу. Так, что-то для копеечки она большая. Не знаю, что это такое. Сейчас немножко ее освежу и узнаем, что это такое. Лежит в черной земле. Возможно, это просто копеечка. 1857 копейка. Вот такая отнаходка. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, пока я собираю мелочевку, копеечки, всякую, такую лабуду. Стас поднял вот на таком вот шурфе. Он здесь проходит мимо и вроде как пытается чего-то выискать среди этого мусора. Смотрите, вот поднял вот такой вот замечательный пятачок Николая Второго. Сохранчик, в принципе, бодрый. Орел немножко затертый, гербы не видно, но все равно. Гурт еще такой, знаете, острый. То есть монета зачетная и мои поздравления ему. Продолжаем, смотрим. Итак, ребята, у нас ветер, как и вчера. Выпала у меня находочка. Это у нас золото партии 2 копейки 29 года. Хорошая сохран монеты. Вон у нас Стас копает. Коп у него сегодня уже удался. Пятачок поднял. Ну ладно, у нас еще все впереди. Продолжаем. Итак, ребята, вон у нас Стас копает на фоне коз. Коз. Ну вот они, козы. Рядом с нами пасутся. Знаете, раз ковырнул здесь вот. Мне показалось, что мне померечилось. Вот. Было что-то круглое. Но это присыпалось немножко. Потом второй раз швырнул кусочек земли. И сигнал продолжался. Вы знаете, у меня выпал такой вот круголешок. С вами мы сейчас посмотрим, что это. Это у нас затерто очень сильно. Это у нас царь. Царская монета. 2 копеечки. А год, сейчас я вам скажу. 1885 год. Вот такая находка у нас нашлась. Приятная. Продолжаем. Итак, ребята, у меня первая на сегодня конина. Вот такая вот обычная, изурядная конина. Обычная. До этого я не снимал. Вот такая вот была конинка небольшая. Тоже вот такая красивая. И тоже не снимал. Сейчас, думаю, наберу шмурдяка. И заодно засниму. Вот такой вот кусочек от поддужного колокольчика. Ничего. Вот такой вот колокольчик у нас еще выпал. Итак, ребята, у меня под катушкой очередной сигнал был. Вот она. Это у нас пуговка. Пуговка, в принципе, старая. Потому что ушко припаяна вот таким вот способом. И какой-то проглядывается силуэт. Извините, у меня воды сегодня с собой нету. Побрызгать нечем. Силуэт у нас очень интересный. Пуговка у нас позолоченная. Позолоченная. И, знаете, очень интересный рисунок какой-то проглядывается. Так, это у нас походу... Так. Сейчас мы ее немножко почистим. Вижу стрелы какие-то. Это, наверное, почтовая пуговица. Да. Плохо проглядывается. Но это у нас трубы и стрелы. Это, наверное, почтовая. Почтовая пуговица. Но она вот у нас позолоченная. В принципе, сохранчик будет хороший. Даже позолота еще осталась. Ну ладно, продолжаем, ребята. Это у Стаса находка. Между прочим, он ее поднял там, где я уже проходил. И моя катушка то ли не зацепила этот краешек. Вон торчит то ли. А что, вот у нас советик. Это щитовик. Может, из-за этого я его и не увидел. Потому что, почистую, я медно-никелевый сплав не поднимаю. Так, опять он брызгнет всякой фигнёй. Блин, у меня опять руки грязные в соплях. Так, это у нас щитовик. Так, я даже не буду иметь, что-то... Даже не буду иметь, что-то... Дабы не испачкать своего жирным, говнистым в таком растворе. Вот, ребята, уже зацепил он там, где я проходил, между прочим. Ну, я стараюсь такой, как бы, сигнал не копать уж. Больно я сейчас копаю. Всяка, почему, убегаю. Ну, чаще и все. Вот, а здесь вот прошелся за мной и поднял. Все, молодец. Что ему за чёт? Итак, ребята, у меня был сигнальчик вот такой вот. Что-то кругленькое. Ну, вот, это либо от керосинки, либо от пуговки. История пока умалчивает об этом. Только при тщательной чистке можно определить, что это такое. Ну, я заморачиваться даже не буду и даже чистить не буду. Потому что это ерунда. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, Стас позвал посмотреть и заснять одну интересную хреновину. У нас ветер, извините. Погоду я не могу приказать хорошую. И вот он говорит, хреновинку красивую нашел. О, ребята, вещь действительно красивая. Смотрите, что. Это, ребята, створочка от чего-то. О, хорошая. Я даже в гадости Стасской готов измазаться. Вот такая, ребята, вещица красивая. Давай я бы тебе ебать. Вещица? Да, зеленая это. Камушек зеленый. Ты когда-то ты его не сможешь? Вот, смотрите, как играть-то стало, ребята. Это у нас, походу, створка от чего-то было. Потому что здесь он... Он пустой, переверни. Снаружи он пустой. А так, вот смотрите, какая красивая вещица. Прям вообще блеск. Если он ее сделает красиво, будет вообще красиво. Зачетная вещица. Но он не умеет делать их красиво. Ты на что намекаешь? Ну, он просто не пользуется электролизом, а я вот пользуюсь, потом до меди дочищаю. И вот смотрите, прям красотка какая. Ну что, зачетная вещица. Он сегодня не зря. Не зря. Не зря. Так, ребята, и у меня тоже сигнальчик был. Ну не знаю, я только лопату воткнул, и Стас закричал, типа того, бегом давай сюда. Красивую вещицу поднял. И вот у меня тоже сигнальчик был. Не знаю, сейчас как раз вместе с вами онлайн снимем. Посмотрим, как получится из этого онлайн. Не, походу, говно. Ладно, извините, ребята, за временем. Итак, ребята, закончилась у меня распашка. Вышел я вот в такое вот поле. Трава очень высокая. Вы знаете, деревня богом забытая, но кто-то здесь появился и все-таки копает. Непонятно. Все здесь в округе перекопано, закопано все. Вот, среди вот этих вот ям встречается очень много всякого шмурдяка такого. Ну, очень много ям. Как вы видите, вот, вот яма, вот, вот. В общем, все понатыкно. Я думаю, блин, может мне здесь не ссуаться. И вот среди ямок, среди ямок, вот ямка старая. Потом вон ямка старая. И вот моя яма. Сигнал был такой, знаете, может из-за этого его не копнули. Вот, но сигнал был. И я достал вот такую вот, ребята, царскую монетку. А 1916 года. 1916 года. 3 копеечки. Сохранчик вроде бодрый. Ну, орелик немножко затертый, но все равно, ребята. 3 копеечки он пропустил. Ну, в принципе, и ямка всего на штык. Ну, правда, на штык мои лопаты. У меня лопата, наверное, почти 40 сантиметров, даже 35 где-то. Вот таким вот образом меряю. 40 сантиметров у меня штык лопаты. И вот я ковырнул и достал вот 40 сантиметров вот эти 3 копеечки. Или он просто не увидел с такой глубиной. Ну, ладно, продолжаю копать. Находки есть. А Стас остановился на шурфе и надумал шурфить. Ладно, продолжаю ходить среди этой густой травы. Может, что еще и выпадет. Итак, ребята, вот за этим вот леском, даже не леском, а вот этой вот чащей, я поднял 3 копеечки и зашел вот сюда вот на распашку, снова вернулся на распашку. И вот эти вот деревья, оказывается, были домовыми ямами. То есть там до сих пор оставились столбы от домов, подпорки. Вот. Так что здесь у нас тоже были дома. И переходя на пашку, был сигнал, что-то копнул лопату жестко, очень больно жестко. И потом мой взгляд обратил внимание вот на таку круглый шаг. Даже было мне очень что-то странно. Думал, какая-нибудь пробка, мягкая пробка от пивной. Но это 3 копеечки. А советики 46-й год. 46-й год. Здесь сохранчик вроде хороший. Вот такая, ребята, монета. Вторая подряд, трешечка. Итак, ребята, у меня был очередной хороший сигнал. Очень хороший. Иду я вот на такое свеженакатанное колее, потому что трава высокая. И немножко вот здесь вот решил походить. И вот знаете, разламываю кусок на две части. Смотрите, как красиво, красиво воткнуто. Сейчас мы вместе с вами будем доставать и смотреть ее. Так, это у нас царская монета. Судя по размеру, 2 копеечки. Так, да, это 2 копейки. а год сейчас я вам год скажу. 1903-й или 5-й. 1903-й год. В принципе, сохранчик будет бодренький. Вот так вот она, вон видите, как в земле запрессовано было. Можно также вон засунуть ее в упор. Красиво. Красиво она у нас так попадает. А вот вторая, вторая сторона была. Тоже вот так вот. Ну ладно, ребята, красота есть красота, но находки приятнее. Итак, ребята, был сигнал вообще здоровский. Монетный. Я даже Стасу сказал, что монета стопудово. Но, к сожалению, вот такой вот ножик я вытащил. В принципе, живой. Рукоять медная. Из-за этого звенело очень хорошо. Ну ладно, возьмем. Продолжаем. Вон там, вон Стас копает. Тет у него с монетами не густо, но находки у него есть. Значки всякие собирает. Недавно поднял серебряную сережку опять цыганскую. Так что у него уже почти комплект. Чуть позже я покажу его находки. Итак, ребята, вернулись мы на это поле. Видели, как сюда заезжал трактор. И здесь вот видите заново все пропахал. Вот. В принципе, прошел раз туда и вот второй раз иду по другому месту. И вот видите, выпал у меня вот такой монеточек. Так, это у нас, ребята, так, так, это царик, ребята. Царик. одна копейка. Ну, а год, ребята, я не скажу, потому что он настолько, настолько он это, на нем находится. А нет, стоп, ребята, отмылся, отмылся. Так, это 1900, так, 1910, одна копеечка. Сохранчик будет хороший. Просто на ней такой слой грязи, даже не грязи, а земля. Земля у нас хорошая, жирная. И такой слой хороший лежал. Я думал, испорчена она, нет, но нет. Монета в бодром состоянии будет. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, у Стаса находка. У меня любопытно. То, что какая-то, какой-то овальный с дырочкой. Ну, явно, что-нибудь связано с манисткой. И вот, сейчас посмотрим. Вот такая вот, ребята. Ну, это, наверное, не манистка, это, наверное, скорее всего, а какой-нибудь цветой. Сейчас мы посмотрим. Да, ребята, это, возможно, какой-то образ святого. Не, убита настолько, что прочитать я не смогу. Убита. И еще у него есть очень маленькая монетка. Буквально вон там он ее поднял в 10 метрах. Вот. Вот такая вот, ребята, монетка. Вообще, она меньше, чем даже копеечка была советская. Это Николай. Одна четвертая копейки 1899 год. Хорошая монетка. У меня одна вторая много, а одной четвертой еще нет. И вот он нашел вот такую вот серебряную сережку. Вот такая вот серебряная. Здесь у нас имеется клеймо. Но очень легкая такая, ребят, знаете, такое ощущение, как будто какой-то алюминий или что-то в этом роде. Так, и на шурфе, ребята, он поднял по запчастям такой значок. Вот советский значок, написано 40. И потом через пару минут, наверное, в пару шагах нашел другую. Другой значок, но я говорю, что это вот так вот было спарено, заклепано. То есть одно целое было. Ну, так вот, ребята, находки у фартового есть. Так что время у нас еще есть. Солнышко еще вон там, вон. За горизонт еще не закатилось. Время у нас есть прочесать вот это поле. И, наверное, будем заканчивать. Поле пройдем и будем закругляться. Итак, ребята, только я убрал камеру и был у меня сигнальчик и выпала вот такая пуговка. Ничего особенного, но пуговка у нас, ребят, с рисунком. Рисунок у нас большой якорь. Вот такая вот находка. Ну, все же. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, у меня находка монета. Судя по размеру, две копеечки. Так, сейчас посмотрим. Нет, ребята, это у нас одна копейка. А судя по формату монеты, это у нас Александр. Александр второй. Да, вензеля проглядываются. А год 1850. 50 какой-то. Сейчас мы немножко эту грязь с земли уберем. 54. хорошая находка. Зачет. Итак, ребята, у меня здесь вот выпала вот такая вот тканина обычная. В принципе, ее сегодня не так уж много, но все же попадается. Вон у нас Стасик копает там. Стас, помахай ручкой. Вон он, чувак. Итак, ребята, у нас солнышко село за горизонт. Поле мое подходит к концу. И выпала у меня вот такая вот находка. Вот такой вот крестик. Крестик, лепесток. Сегодня первая у меня находка была крестик. И на этот раз, наверное, будет последняя находка. тоже крестик. Пока не прощаюсь, буду прощаться около машины. Так что, ребята, сейчас доделаю поле и домой. Итак, ребята, Стас поднял монетку. Да, герб советский. Убитый. Как Алик. На-ка. Три копейки. Так. Не знаю, ребята, что за монета. Уже темно, нифига не видно. Ладно. Ну, последняя зачетная находка у Стаса. Видеоотчет по находкам. Вот такие вот у нас, ребята, находки у Стаса. Вот это вот колесик. Нормально, остальное шмурдя можно выкинуть. Вот такая вот стеклянная пуговица. Большая, огромная. Вот это, я так понимаю, я даже не знаю, от чего это. Не знаю. За находку можно не считать. Вот такая вот интересная, очень красивая вещица. В фотографии я приложу. Я ее немножко почистил. Вот такой вот значок интересный был. Потом пуговка обломанная. Конина, хрен пойми, какая. еще одна красивая, большая конина. Такая, ну, ее шмякнул, что ли. Ладно. Вот такая пуговица лысая. Еще конина. Вот такая, ребята, была. Это вырубыш, ребята. Вырубыш царской, между прочим, монетой. Вот такие две манистки. Такая вот шмурдя, не знаю, позолотая, нет. Сережка вот такая серебряная я вам показывал. Замечательно. Не знаю, серебро нет, но очень уж легкая. Вот она, ребята, зачетная красавица. 5 копеек 1911 года. Вообще обалденная монета. Класс. Зачет. Такие вот 3 копейки, которые только что я показывал. Темно не видно было. Даже сейчас в данном случае я не могу вам сказать, что это за монета. наверное 1961 года. Вот такая вот 1932 года. Щитовичок 15 копеек. И вот такая манюсенькая, совсем маленькая монета. 1,4 копейки 1899 года. Копьюшечку он выцгонил. Итак, у меня по находкам. Первая находка у меня была крестик. Последняя находка был еще один крестик, но уже другого образца. 3 копеечки 1916 года. Александровская монета. Год сейчас в данном случае я вам не скажу, но это Александр второй. Еще одна монета Александровская 1859 года. Так, двушечка 1885 тоже Александровская. 1903 Николай последний. Копеечка тоже Александровская Николаевская 10 года. 23 советия 46 3 копейки 30 5 копеек и двушечка у нас 29 по шмурдяку. Много я здесь не снимал. Вот такая хреновина, я так понимаю, эта ручка была. Вот такая вот конинка. Вот обычные три конинки. Вот от бубенчика. Это у нас от поддужного колокольчика. Это тоже у нас от колокольчика. Два колечки вот такие вот. Один вырубишь, другое детское какое-то колечко. Пуговка. Интересная пуговка со стрелами и с трубами. Потом вот такая пуговка у нас с якорем. И вот такая я так понимаю это колесик или пуговка от керосинки. Ну и ножик вот такой ножик медный острие острое. Ну все ребята по находкам я отчитался. В принципе сегодня коп удался. Между прочим от этого места если вот так вот через поле вперед идти где-то примерно в 5 километрах три наших комрада друга копают тоже в чистом поле но они наверное шурфят. Мы с ним еще не созвонились сейчас по дороге созвонимся и узнаем как у них прошел день. в принципе по находкам мы видели день у нас прошел не так уж плохо. будем заканчивать ребята на такой красивой ноте панорама замечательная такой заход солнца желтоватый красноватый цвет так что ребята все заканчиваем свой видеоролик всем удачи всем хороших сигналов под катушку всем пока подписывайтесь итак ребята встретились мы с Костяном и вот он решил показать ребята то что он нашел вот у нас три билончика 20 копеек 24 оба 24 и 15 копеек наверное скорее всего 23 или 22 года вот посоветовал он короче много накопал цариков нет что ли или вот а царики ребята у нас другой комрад только что познакомились вот так что сейчас мы еще продемонстрируем что он нам еще покажет ну говорят хорошие находки у него там даже медалька есть замечательная ну вот такая вот еще ложка ребята вот ребята вот рад чего мы здесь встретились какая медалька ребята зачетная прелесть 300 лет семьи романов я так понимаю 1613 1913 и так здесь у него тоже советики 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 вот царик у них восьмого года так это у нас глушечка тоже двушечка в общем один царь да а вот еще два царика седьмой год ну в принципе ребята они тоже неплохо скопали но мы царей больше наковыряли ладно все всем удачи пока удачи 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 Субтитры сделал DimaTorzok